Значит, продолжаем, продолжаем с Владом Аксугором, православным священником, отвечать на вопросы зрителей Оригинал ТВ. Мария спрашивает, что можно сказать, если к нам применяют технику, я родитель и ребенок, приходит к нам отвечать, действительно чувствую себя в чем. Это ненаватым, хотя бывает обстоятельства, ты должен сделать так, как мне кажется, нужно, что сдают его сверху. Ну там шум какой-то, да? Шумно, да. Ловит чужие шумы. Ага, ловит. Так. Куда же нам деться? А вот сейчас вот тихо стало? Да. Ага. Ну, как-то так пока. Влад, ты услышал вопрос, да? Да, я услышал. Ну, с точки зрения психологии понятно, что всех делают детьми. Вот, у людей такая вот пассивная позиция. Недаром они называются духовные чадо твои, да, это детишки, ты такой папа. И хорошо, что ты папа добрый, а ты же можешь быть и недобрым. Но в любом случае это не способствует развитию человеческой личности. А очень часто к людям относятся не так, как даже к детям своим. Относятся так, как будто добрый барин приехал куда-то на поле, где работают христиане. И этот барин выходит и говорит, ну что, христиане, работаете. Взял косу один раз, там, покосил с ними еще что-то. И они счастливы до безумия, что он, хотя на самом деле он паразит, который живет с их труда, они страдают и ничего, но он снизошел, он сделал что-то доброе, улыбнулся, там, потрепал по загребку ребенка какого-то. И все крестьяне в восторге, с обожанием смотрят, барин, какой он добрый у нас. Вот примерно такое же отношение тоже и к некоторым, ну, добрым там батюшкам, да, ты добренький, хороший, там все. Но у тебя позиция-то другая, у тебя позиция какого-то старшего. Редко кто так ведет себя, как Антоний Сурожский предлагал чувствовать себя осликом, который просто лишь, так сказать, является носителем для креста, который на нем в Иерусалим бежал, да. Так никто себя не ведет, и поэтому вот, и люди, которые привыкли так себя вести, они либо как детки себя ведут, вот, иногда капризные, иногда еще какие-то, иногда боящиеся там своего строгого отца, а иногда они ведут себя как вот эти вот крепостные, которые смотрят на барина и думают, лишь бы он добрый, ой, какой он добрый, они боятся его, то есть, да, а если он что-то сделал, минимальное какое-то проявление участия, они это воспринимают как, сейчас скажу, офигенную любовь какую-то. А что он сделал такого? Ну, вышел и сказал, это такая сфера отношений. Другое дело, что ты можешь, конечно, если у тебя есть уже пробуждение какое-то в этот период, начать развивать у своих этих детишек, потому что пусть это дети, пусть они такую позицию занимают, но если у тебя есть возможность их направить куда-то дальше и отпустить дальше развиваться самостоятельно, то это очень круто. Я не могу сказать, что там много-много там таких людей, но такое количество есть, и я очень горд и рад, что у меня так произошло, что изначально вот с одной позиции люди стали самостоятельными, сами изучают этот мир, то, как он есть. Прекрасно, прекрасно. Дальше, дальше. А вообще, по логике вещей, это нормально брать в жены бабу после 50-го члена? Кем будет этот мужчина, умным или лохом? Будет идти по улице муж с этой потасканной женой, на них будут смотреть ее бывшие пихари и смеяться с дурака. Они ее просто так имели, а он ее в ЗАГС повел. У меня такое ощущение, как будто этот человек сам свое сознание по домострою строил. И, ну не знаю, нормальному человеку, ладно, все нормальные из нас, каждый по-своему, но я бы в этих категориях вообще-то не воспринимал это. Это кто, кому, сколько раз, но это такая какая-то, это, опять же, субъективная реальность. Человек себе придумал вот эти вот вещи, и для него это так, для него нельзя, ему нельзя такую. Ему нужно брать девственницу, которая будет очень послушная, воспитана на каких-то таких же традициях, чтобы ей это тоже было приятно. и на как живут. Потому что тут проблема может быть, что у него будут какие-то, даже если он возьмет женщину, пусть она, так сказать, не имела множество мужчин, но с таким отношением проблемы, конечно, тут же появятся. И мы же знаем очень много проблем, которые возникают на сайтах знакомств православных. Они, вроде бы, женятся по православной общности, а потом у них возникают проблемы. Это, знаешь, ну, меня сам этот вопрос просто слегка шокирует, да? Не то, что женщины такие есть, ну, есть такие, есть и другие. А что вот так вот относиться, это уже значит не уважать человека, не воспринимать его как личность, воспринимать какую-то тряпку. Вот, интересно, а мужчина, как он что-то может, или он тоже, как женщина, так сказать, портится там после отношений каких-то, да? Вопросы, вопросы, вопросы. На самом деле на эти вопросы давно были уже даны ответы, но пока ты так мыслишь, что другого ответа ты не получишь. Я бы просто человеку сказал, что, ну, если ты так считаешь, ну, делай свою жизнь, чтобы она соответствовала твоим представлениям, и будет счастье тебе, наверное. Но это не точно. Тот же автор спрашивает, какое количество половых партнеров допустимо для девушки перед тем, как она выйдет замуж? 50 – это нормально для брака? Не нормально, не нормально. Ноль. Она должна быть первая и последняя. Вот, а если вдруг случайно у нее кто-то еще возникнет, то просто все, с ней невозможно уже потом ничего делать, ее надо куда-то отправить. А, в монастырь. Замаливать грехи. Ну, тогда еще нужно машину времени, потому что в наше время это не так возможно. Ну, видишь, Максим, люди-то есть очень разные. Вот. И хотел сказать про каждую гайку и болтик там, и шайбу. Ну, скажу, что для каждого человека найдется кто-то, кто лучше всего в этих условиях подойдет именно к нему. Ну, да. И, конечно, да, наверное, в этих случаях человека задевает просто то, о чем мы говорим. Это воспринимается как что-то, ну, там, мерзкое такое, конечно. Вот. Пусть она лучше до 45 будет девственницей, а потом выйдет замуж, ну, за хорошего православного человека, нежели она там не будет вообще об этом задумываться. Вот. И, наверное, еще интересно тоже представление о, ну, да, о том, как все устроено у человека. Это своя такая реальность очень хорошая. Мне надо и жить продолжать. Так, отлично. Марина. Спасибо за обратную связь. Я про сон. Да, когда мне бесы являлись, у меня психическое состояние было не очень хорошее. Я в депрессии была, в беспомощности. Я жила с наркозависимым, и мне бес приснился в 10 часов утра перед пробуждением. Муж вечером употребил. И смеялся надо мной этот бесенок. Хихикал. Был маленький в черном одеянии. Я как ушла и развелась, мне кошмары больше не снились. Больше они меня не беспокоят. Я спокойно живу. У меня мама авторитарная еще и религиозная. Меня как будто сломали. Выбраться как из этого тяжело. Надо укреплять душевное здоровье. Душевное здоровье. И никаких бесов не будет являться. Это первое. Случаи бывают разные. И зависит от степени изменений в человеке. С кем-то более серьезно работать надо. С кем-то менее серьезно. Я еще вспомнил. У Жванецкого, по-моему, было собрание на ликероводочном заводе. Там тоже пробесы. Который что-то там так смешно выглядело. Очень похоже. Но смешно это для тебя, когда ты читаешь Жванецкого. А когда человек это реально все переживает. В его-то мире это правда так. Это же ужас ужасный там все. Тебе и так плохо. Тебе еще являются всякие эти сущности злые. Здорово, что Марина, да. Что она выбралась от этого. Пусть занимается укреплением собственного душевного здоровья. И будет все вообще хорошо. Никогда такое не повторится. Влад, а ты видел бесов? Сталкивался или с теми, кто видел бесов? Ты знаешь, мне люди рассказывали о всяких явлениях таких. При этом это обычно был рассказ крайне редко от второго лица. Не то, что приходит человек и говорит, я что-то видел. Вот у меня был тот, он рассказывал там. Но иногда были от второго лица, которые рассказывали про какие-то чудеса и так далее. И всякие явления и с плюсом и минусом. Но я говорю, что если это так распространено, то почему в моей жизни в таком виде это не происходит? То, что происходило у меня, я вполне могу объяснить феноменами собственного сознания. Конечно, я не видел ничего. Человек может спать. Иногда ты можешь чуть раньше проснуться. У тебя измененное состояние сознания. У тебя могут быть разные какие-то такие вот блюки. И вот это тоже нормально. Я думаю, что многие люди это переживали. В трансовом состоянии ты можешь что-то увидеть. Но это тоже другого рода и принято. А хотя может быть нет. Может быть не другого рода. Может быть это тоже самое. Просто имеет разное объяснение. Что-то происходило там, да. Ну как я привожу пример, что раньше люди видели часто бед. А потом в 60-е годы, когда стало модно, стали видеть летающие тарелки. Инопланетян, которые их захватывали там. А сейчас смотрю, опять эти стали возвращаться более древние персонажи. Наверное, летающие тарелки сейчас не модно стало. Это все одно. Так, Марина снова. Бояться девушки знакомиться, это я вообще и к батюшке подойти благословение взять. Я по себе знаю, боялась подойти, сказать, что вот я нашла парня. Со мной познакомился парень, но он оказался зависимый. Возможно, замаливал грехи. Я узнала, что он наркозависимый после венчания. Абьюзивные отношения. Я терпела, смирялась, считала, что тяготы надо нести друг к другу. Друг друга. В этом преисполните закон Христов. Постоянно муж на меня орал, кричал. Я вышла замуж с девушкой за него. Был церковный брак. Боялась к батюшке подойти благословение взять. Венчалась в другой церкви. Ну и я сама видела, что он по характеру тяжелый. Я думала, что я его люблю, и у нас все хорошо будет. Нам Бог поможет в семейной жизни. Я узнала, что я созависимая. Была в 12-шаговой программе. Там мне открылся любящий Бог. Муж пришел в храм, чтобы невесту найти. Я его любила и думала, что у нас будет идеальная семья. Его одолевала страсть зависимости. Батюшка авторитарный еще у нас на приходе был. Я была на клиросе, оттуда смогла уйти. До этого много боли, что я как будто свою жизнь отдала, свое тело и душу дала на растерзание. И никто этого не ценил. Чувствую себя использованной. От мужа ушла, когда стала изучать психологию, читать, смотреть. И, что я была жертва, не могла принимать решение и найти выход из проблем. Да. Во-первых, конечно, тут я сразу же обратил внимание на созависимые отношения. Наверняка у нее как раз муж был таким, который тоже искал какой-то чистоты в этой женщине и так далее. Но вместо, так сказать, благодарности загрузил ее всеми такими отношениями, абьюз и так далее. Молодец, что она начала заниматься собой. Молодец, что она прошла программу «12 шагов». Есть и другие тоже разные программы. Если открылся любящий Бог, ну, хорошо. А в чем вопрос-то заключается? То, что в церкви так происходит очень часто, это да. Обжегшись первый раз в отношениях, она должна была заниматься не религиозной сферой своей, да, там, на исповеди ходить, а поработать над отношениями и понять, почему так происходит. Потому что же мы знаем, что очень часто партнеров потом находим мы таких же, от которых сбежали, особенно женщины, да. То есть, если есть проблема, то ты будешь ходить по кругу, и она будет в той или иной мере повторяться. Она может повториться в такой искаженной форме, тебе покажется, что что-то иное. На самом деле будет то же самое. Поэтому нужно вот с этим работать, как только можно. Вообще, в моем представлении, лучше делай что-нибудь, чем не делай ничего, работая с собой. И лучше как-нибудь, чем вообще никак. Потому что любая работа – это хоть какое-то движение и хоть какая-то вероятность того, что ты будешь двигаться в нужном направлении. Что касается методик, Максим, ты же, наверное, помнишь, были исследования, когда говорилось, сколько процентов, ну, условно говоря, зависит, эффективности зависит от воли самого человека к работе, его желания работать, сколько зависит от личности психолога и сколько от методики. От методики там самый минимум оставался. Важнее была эта личность клиента, насколько он хочет и готов работать, и личность психолога, чтобы они соответствовали друг другу. И бывает так, что, наверное, ну, кому-то, может, вот такие программы подходят. В любом случае, надо заниматься. И очень жалко, что человек столько лет своей жизни потратил на боль, на страдания, на жизнь, ну, не жизнь, а какое-то выживание было у нее. Вот. И как здорово, что она смогла от этого освободиться. И молодец, я желаю, чтобы и только вперед, и только лучше было с каждым днем. Ну, вот, да, супер. Здесь нет вопроса, здесь есть описание ситуации. И тут два важных момента. Первое, что человек полагается на религию, как на панацею, да, вот идеальные отношения. Я пришла в церковь, значит, все у нас теперь будет по-другому, и мы тут же все изменились, и Бог все, все проблемы решил за нас. Вот. Идеальные отношения. Не бывает идеальных отношений. Вот опять иллюзия. И вот она за этими идеальными отношениями погналась, и в результате попала в ловушку, в западню, связалась с психически больным человеком, и от этого пострадала. И вот это первое. Второе. Конечно, надо знать себя и другого человека, разбираться и понимать, а с кем ты, не быть слепой, да. Но вот проходим через это, через опыт разочарования, для того, чтобы стать умными, зрелыми личностями, трезвомыслящими. И понимать, что мы имеем дело с человеком, прежде всего, а там все вот остальное, это вот там просто фантазии наши, да, иллюзии. Да, да. А я вот со своей стороны могу сказать, что я помню, когда такие люди приходили в храм с такими надеждами все. Вот. Мне так как этому, главному батюшке-то, хотелось вообще быть хорошим и сделать так, как они хотят. Вот, вот и все. Вот, и, но потом я понял, что у тебя вот нету реальных ресурсов на это там. А божественная благодать, немощная врачующая, сходивающая, восполняющая, почему-то не сходила в такой мере, чтобы проблемы этих людей решались без технологий каких-то, без более серьезной работы. Хотя, говорят, как говорится, лаской кошки приятно. Иногда человеку достаточно, конечно, когда его просто заметят, когда его успокоят. Но это не то, на чем должна строиться вся жизнь. В условиях стресса, да, тебе надо успокоить все. Но дальше надо отправить, заниматься чем-то реальным. Конечно, конечно. Вот, правильно все. Поэтому жизнь лучше педагога. Жизнь научила Марию. Не в церкви, не... А вот жизнь ее научила. Она столкнулась с абьюзером и все поняла, что пока сама она не начнет себя любить, ценить. Жить там по правилам определенным, ничего не поменяется по мановению волшебной палочки. Вот, церковь, она дает иллюзии вот этого, вот этой волшебной палочки. Волшебная таблетка, да? Волшебная таблетка, да. Не бывает. Надо поработать над собой. Вот, прежде всего. Так. Приветствую вас, уважаемые Максим и Влад. Доброго вам здоровья. Хотелось бы узнать, бывали ли в современной церкви реальные исцеления, попрежденных тяжелых заболеваний, или это разводило? Психосоматика работает. И я думаю, что, наверное, случаи исцеления бывали. Ну, мне люди приходили, говорили, что да, что-то мы делали, у них там получалось. Потому что плацебо – это не обман на самом деле. Это не обман, это, можно сказать, хакинг собственных ограничений. Плацебо прекрасно описывалось, и плюс разные другие еще моменты работали, когда человек, решая свои проблемы в голове, возможно, получал исцеление, в том числе от серьезных заболеваний. И Максим сам тоже много раз в своих роликах говорил про онкологию, которая очень связана с психикой и так далее. И, конечно же, в церкви иногда такое получается. Другое дело, что фиксируется ли это так? Можно ли это доказать, что именно с этим связано? Такой корреляции прямой, я думаю, нет. Человек может говорить, что вот я исцелился. Но как связать, после чего он исцелился? Я думаю, что во многом это действительно работа с психикой помогает даже в таком вот ключе. Другое дело, чтобы не стало последнее горше первого, когда человек, исцелившись от одного недуга, может в какой-то другой пасть потом. Над этим стоит думать уже. Уточка пишет. Какой умный батюшка, деликатный, мудрый, здравомыслящий. Какая милая уточка, ну-ну. Ну. Так, Василий. Большинству прихожан присуще чувство страха за себя и близких, поэтому они надеются на Божью помощь и посещают религиозные заведения. Не могу сказать, что большинству, но значительному количеству людей говорят так, что человек приходит сначала из-за страха и остается потом ради любви, но это лишь слова. А как это все соотносится с реальностью? Многие люди приходят из-за страха, многие боятся. И когда что-то в жизни случается у человека, он тем более приходит в религию, надеясь там получить защиту какую-то, ну, как материнский интроект такой, безопасность. Это есть. По крайней мере, это одна из сфер, которая работает. Это сфера страха, беспокойства за себя, за своих ближних. Можно еще подпугать немножко, сказать, что, знаешь, там, не будешь молиться хорошо, сын там болеть будет, там, уродом вырастет, еще что-нибудь, я не знаю. Такое же тоже иногда происходит. Так, вы сможете обсудить книги, которые могут посоветовать почитать нам, Влад, для жизни? Что для жизни читать, Влад, ну, кроме Библии? Библия, книги о жизни? Ну, что имеется в виду для жизни? Мы говорим о религии или... Вообще, вообще, любую книгу. Не готов сказать, слушай, надо читать то, что тебе нравится. Вот, допустим, мне для жизни помогает, так сказать, моя специализированная литература. Я с удовольствием читаю. Вот, это моя специализированная литература. Я в прошлый раз говорил, что я художественную литературу почти не читаю давно, да, и такого ничего не могу посоветовать. И если разбираться в неких темах, о которых мы с тобой говорили, вот, философский подход, есть книга, называется «Эпоха пустоты», как люди начали жить без Бога, и что из этого получилось. Там целая толстейная антология разных философских направлений, которые существовали на пересечении эпохи модерна, постмодерна. Вот, очень классная книга. Вот, очень нравилось мне читать много книг, которые говорят о том, как работает мозг. Там, мозг материален. И сейчас столько такой литературы, что, ну, я могу список составить, что мне нравится, нравилось там, да. Открою просто и пришлю, что я читал. Но каждый человек индивидуален, и одному может зайти, другому не зайти. Очень важно было для меня, чтобы люди, с которыми я общаюсь, хоть что-то читали из того, что я, чтобы у нас был общий какой-то содержательный континуум. Даже вот по психологии, допустим, мы должны там в терминологии соотноситься. И поэтому, когда я общался с какими-то людьми, ну, вот, когда, там, несколько лет назад я, там, Андреем Владимировичем увлекался, но мне было важно, чтобы они хотя бы там пару его книжек прочитали, чтобы у нас терминология там и своя общая была. Вот, в других местах там по-другому проходит. Ну, я бы очень порекомендовал книгу Влада Анцебора, если бы она была. Но я надеюсь, что она скоро будет, и мы сможем уже предлагать ее тоже почитать. Да, я постараюсь. Вот, и напишите в комментариях, кто хотел бы почитать, прочитать книгу Влада Анцебора, что вы ждете от этой книги, какие там нужно темы поднять обязательно, вот, как вы считаете. Ну, что ж. Да, это то, что точками входа для меня называется. Мне это очень важно знать то, что еще имеет в виду. Не потому, что я хочу от этого зависеть, да, а просто на что-то опираться, от чего-то отталкиваться. Это вообще очень важно. И, кстати говоря, любой вопрос более-менее серьезный. Мы с друзьями делали так. Я приглашал там двух, трех, четырех человек и говорил свое видение, они предлагали свое видение там. Мы создавали такой интеллектуальный объект этот, и он был более объемным, нежели тот, который у меня в моей голове крутился. Всегда от кого-то что-то приходит интересное. Кстати, вот идея еще. А может быть, кто-то захочет выступить и с автором? Может быть, это будет и не одна книга, а две, три. Дорогие зрители, может быть, кто-то из вас захочет быть соавтором книги новой. И напишите Владу, да, я так понял, Влад? Да, я приглашаю тоже, да. Да, что ты открыта для сотрудничества. Всегда. Что ты интересного узнал про экзистенциальную психологию? Ничего особенного интересного. Знаешь, я сиди, так, я думаю сейчас колоться или нет. Мне хотелось уйти, мне было дико неинтересно, потому что это полностью, ну, противоречило моему пониманию формированию там невроза, всяких заболеваний, психодинамическому подходу. Вот, и я понимал, что это речь ни о чем. Вот, это словно христианство, пересказанное другим языком немножко. Вот, я понимал, что, конечно, это работает, но это просто какие-то вещи, которые, ну, для меня неочевидны. Неочевидные вещи с помощью неочевидных методов там случайно может зацепиться внутри психики что-то и пойти какая-то работа положительная, да, здесь вот. Ну, вот меня не впечатлило. Откуда я говорю, что я ходил на лекцию, да? Да, да, конечно. Да, я ходил на лекцию, потому что это хорошо для обычных таких вот легких невротиков, вот такие, как в церковь любят приходить. Вот там для них это вот экзотенциальная психология, психотерапия даже, вот, это то, что нужно. Но там не идет работа с какими-то ядрами проблемы, мы не углубляемся туда, куда, где эта проблема возникла. Вот. Даже КПТ имеет более такой широкий арсенал, ну, насколько я смог вынести с этой лекции, потому что про экзотенциальную психотерапию я просто, ну, когда переобучение проходил, в курсе прочитал, вот, и здесь человек сертифицированный, вот, психолог об этом говорил, вот, ну, меня не впечатлило, одним словом. И если бы он меня не пригласил как знакомого, когда я пришел еще обнимашки, вот, вы сделали, то я бы ушел. А тут я пришел, меня там пообнимали, я сижу на первом ряду, ну, я досижу дальше. Но потом я ему задал вопрос в отношении там психодинамики все-таки там, ну, хорошо. Он сказал, что все гораздо сложнее, просто за одну лекцию было нельзя об этом сказать. Вот. Мы говорили о депрессии. Там единственное, что прозвучало правильно, с чем я вообще согласен, это что алкоголем нельзя решать вопросы, потому что алкоголь – это депрессант, а не антидепрессант. Вот. А так никаких методик, никаких вещей интересных я не услышал. Если бы я проводил какую-то маленькую лекцию, я бы обязательно какую-нибудь фишечку придумал, какое-нибудь, не знаю, упражнение, чтобы все что-то попробовали, и всем было весело после этого. Вот. Ну, это опять же, как сказать, кто как. Да, ну, понятно. Хорошо. Как ты думаешь, о чем бы ты, в первую очередь, в книге рассказал своей? Видишь ли, я затрудняюсь сейчас об этом говорить, поскольку я не знаю, за что эта книга. Если, как Валентина, свою делала психотерапию, вот, да, то мне нужно было бы показать, как формировалась вот эта вот ложная, очень интересная, но ложная личность, вот, и как она потом, так сказать, преобразует себя дальше. Вот. По сути, это путь, когда ты просыпаешься и себя находишь другим человеком, как это происходит, почему другие люди, которые на нас влияют, это есть и касательно меня. Но если я послушаю другие заходы, и что-то будет людям иначе еще их интересовать, то вполне можно сделать заход, заход немножко с другой стороны, чтобы это было интереснее. Потому что иначе это как-то, вот, я представляю, это, ну, скучно как-то, знаешь, мемуар про себя. Хочется что-то интереснее делать. Ну, а что это может быть интересное, как ты думаешь? Ну, я не знаю, я же в поисках. Я в поисках. Скажи, пожалуйста, вот ты там всю ночь гулял, да, вот как вот меняется восприятие твое, как работает дневное сознание и ночное? У меня ночное сознание активизирующее всегда, у меня очень идет такое перевозбуждение всегда. Поэтому ночью все классно, все интересно, все здорово. Вот, я могу что-нибудь начать там делать, письма писать, какие-нибудь там проекты сочинять. Дневное сознание у меня более тормознутое, оно сонное. Днем включаются как раз вот беспокойства, которые тормозятся у меня ночным, ночным, нехторяно сознание таким, да, вот, днем больше начинаются мысли о том, что в реальности, вот, как будет, не будет, там, получится, не получится, идти, не идти. Вот, поэтому дневное сознание более тормознутое. Я, когда занимался всякими восточными там практиками и на бахте в рикше, там, у вайшнавов, там принцип был рано вставать. Я вставал в 5 утра, но у меня не переключилось на тот режим, который они говорили, что будет, что у тебя будет там особое состояние, утреннее классное и так далее. Нет, мне по-прежнему интереснее быть собой, если бы не оставить покоя в своем режиме, то я буду активничать ночью, вот, очень весело и долго спать. Хотя говорят, что это не здорово, на самом деле, ну, не знаю. Ты спросила о моих ощущениях, а не о том, как это полезно это или нет. Ну, конечно. О чем ты беспокоишься, Влад, больше всего? Я беспокоюсь о том, чтобы устроиться, найти какое-то спокойствие, которое я потерял. Мы же все, мы же все, так сказать, с детских лет буквально пытаемся найти нечто потерянное, да. Вот, идем мы в церковь, потому что хотим вернуться куда-то в покой, который мы до рождения испытывали и так далее. Я хотел бы в новых условиях, чтобы у меня, так сказать, был мир, покой, чтобы был мир на земле, чтобы я мог реализовываться и делать то, что я хочу. И еще полгода назад, ну, полгода плюс, вот, мне казалось, что я к этому иду. Ну, да, это был Питер, вот, у меня там и практика была, и ряд вопросов там на стадии решения были. Но сейчас опять снова все обрушилось, но я так понимаю, что это очень многие эмигранты у нас это переживают и все. Это не состояние депрессии, это не депрессия, это высокая степень тревожности и беспокойства. И в этих условиях сложно что-то начать делать, потому что ты буквально не можешь запустить какой-то процесс, потому что твоя тревожность, она руминация. Я провожу сам идиомоторную технику, успокаиваю себя с ручками, смотрю, там, вот, я очень легко вхожу в разные состояния измененного сознания, вот, но потом проходит какое-то время и опять происходит состояние беспокойства. Расскажи, пожалуйста, вот, про твои состояния измененного сознания и что в этих состояниях происходит. В этих состояниях очень мало, очень мало меня, то есть если мы говорим о том, что человек стремится к какому-то миру, вот, то это состояние, может быть, оно похоже на то первичное, когда там человеческое тело, телце, телце, мозг еще формировались, вот. То есть все то, о чем мы беспокоимся, все вот эти вот неврозы, которые я набрал, я говорю одно и то же, но потому что мне так удобнее. Отпечатки, запечатления жизни, они словно отделяются немножко от меня, говоря научным языком, получается деперсонализация, дереализация, вот, это может как диагноз звучать в психиатрии. Но если это состояние, которому ты сам идешь, вот, оно норм, потому что после него тебе спокойно. Ты какое-то время словно отключаешься от вот этой личности, которая, которая там тебя беспокоит. Мы же сами себе больше все беспокойство представляем. Ну, это фанфары, фанфары, это, в общем, будем считать, что это фанфары. Благодарю тебя, Влад, за прекрасное интервью. Сама там Турция тебе аплодирует. Вот, и, в общем, все прекрасно. Максим, у нас сегодня из-за дождя интервью такое было на ходу. Я все время хожу. Ну, тоже, для разнообразия пойдет. Я в следующий раз постараюсь найти место защищенное. Не, ну, мне все было слышно, и, ну, были какие-то шумы, но я думаю, что это не критично. Благодарю тебя, Влад, хорошего дня тебе, прекрасного настроения, творческих успехов, спокойствия, конечно же, и книги. Надеюсь, что скоро выйдет твоя книга, мы ее анонсировали, будем рекламировать ее обязательно. И напишите, кто хочет купить эту книгу, напишите, вот, о чем бы вы хотели, чтобы Влад написал в этой книге. Может быть, это Влада мотивирует тоже. Человек, он интересный. Меня эта история, мне эта история очень понравилась. Когда ты был чабаном, да, рассказал про овец, очень интересно все. Вот, казалось бы, деталь такая, да, а может быть, интересно. На самом деле, трудно себя оценивать очень. И то, что нам кажется обычным, обыденным, да, каким-то несущественным в нашей биографии, кто-то, наоборот, этим восхитится и увидит в этом много, ну, или урок, или какое-то вдохновение, или что-то для себя извлечет важное. Так что просто пиши без оцена. Хорошо. Все. Всем спасибо, Максим, спасибо. Всем добра. И женщины, кто будет проездом в Стамбуле, свяжитесь с Владом тоже. Ну, только так. С нерастраченной любовью, да, и обязательно пересекитесь с Владом. Может быть, Влад будущий лауреат Нобелевской премии. Я, кстати, общался с лауреатом будущего Нобелевской премии, вот так пересекался, а потом человек стал Нобелевским лауреатом. Так что вполне возможно, что выйдет книга, и она станет любимым бестселлером. Так что, друзья мои, пользуйтесь возможностью встречаться и общаться с интересным человеком Владом Монцебором, который сейчас проделывает удивительный путь. Вот. Всего доброго. До новых встреч, Влад. Да, до новых встреч. Гром гремит. Надеюсь, что меня не поразит молдия пока. Ну, Влад, теперь ты всех поражаешь своим оптимизмом, эрудицией, жизнестойкостью и критическим мышлением, харизмой и способностью преодолевать все трудности, быть собой, справляться с любой психологической проблемой, будь то тревога, беспокойство, депрессия, может быть, легкая и так далее. Ты теперь всех поражаешь этой способностью своей, справляться с любыми трудностями, решать любые проблемы. Молодец, Влад. Все. Счастливо. Счастливо.